За год с начала реализации афинированных золотых мерных слитков в пробы 4 девятки Нацбанком было продано более 85 килограммов этого драгоценного металла на сумму свыше 200 миллионов сомов. Выкуплено обратно 837 штук. По словам главы ведомства, среди населения наиболее востребованы 100-граммовые слитки. Они обходятся гораздо дешевле, чем слитки весом от 1 до 31 граммов, выпускаемые монетным двором Казахстана. 100-граммовые производятся местной компанией, а с отечественного золота налоги не взимаются. Цена купли-продажи драгметалла устанавливается ежедневно в национальной валюте по курсу Лондонской ассоциации рынка драгметаллов. Из-за колебаний валюты покупатель может как выиграть, так и проиграть. В прошлом году, 5 мая, если посмотрите, унция золота стоила 1194,25. В этом году где-то 1237. На пике оно достигало 1280. То есть тот, кто, грубо говоря, в прошлом году купил 100-граммовый слиток, он на этом 100-граммовом слитке в течение года заработал около 60 тысяч сом. Реализуются слитки как национальным, так и коммерческими банками, а вот выкупать их обратно может только Нацбанк. Ведомцы советуют не открывать защищенную упаковку, которая одновременно служит сертификатом подлинности и качества слитка. В случае выкупа это обеспечит незамедлительный расчет с клиентом. Если уж упаковка повредилась, то мерный слиток подвергнут экспертизе. Это займет около недели. Выкуп наших слитков гарантирован национальным банком. Национальный банк, он как бы был, есть и будет. И слитки всегда будут покупаться. Насчет коммерческих банков мы работаем над тем, чтобы они нам помогли просто больше продавать. Выкуп для национального банка – это тоже никакая не проблема. Сейчас это можно будет сделать во всех областях страны. Я думаю, что за счет переживать, что кто-то придет и откажется выкупать, такого не будет. Мерный слиток можно подарить, можно вывезти за рубеж. Законом это не запрещено. Золото само по себе, 4 девятки, имеет уже стоимость. И тем более в сертификаты наши все идут good delivery с маркой Proof. То есть это международный стандарт качества. Вот этот значок, он позволяет вам не переживать за качество, что это действительно золото, пробы 4 девятки. И вы можете его спокойно в любой другой стране тоже продавать. Ну, соответственно, там уже цена будет определяться уже отдельными рынками. В ближайшей перспективе Насбанк собирается выпустить серебряные слитки. Возможно, они будут с более высоким номиналом, и цена их будет гораздо ниже. Сейчас изучается рынок. Что же касается золота, то показатель продаж 85 килограммов. Главные финансовые регуляторы республики планируют увеличить до 150. Ведь афинированные золотые мерные слитки, говорят ведомцы, это альтернативный способ сбережения в условиях нестабильности валютного рынка. Анастасия Соболева, Владимир Кобалдеев, НТС.